Как отличить Любовь от жалости, потребности заботиться, той же самой привязанности, нужды в человеке? Коротко говоря, то, что мы называем словом «Любовь» в нашем мировоззрении пройденной эпохи, это условная привязанность, потому как она связана с определенными условиями, которые восполняют недостаток в объектах. Логичнее было бы прямо, ну и психологи уже к этому пришли, прямо назвать эти чувства, о которых поются песни, романсы, снимаются фильмы, мелодрамы и так далее, называть правильными словами. Привязанность, зависимость, нуждаемость, ущербность. Потому что все художественные произведения, основанные на отчаянии любящего человека, когда его объект счастлив с другим, показывают, что это ничего общего к Любви не имеет, поскольку состояние Любви никак не связано с объектом. Состояние Любви — это присущее сердцу состояние, которое лучит, ощущается человеком и как прожектор освещает то, что попадает в его поле. И поэтому очень часто люди с большим открытым сердцем влюбляются как бы и любят недостойных, потом, к сожалению, запутываются во всех этих ролевых играх и оказываются вплетены в очень ложные системы взаимодействий. Но этот зеркальный мир создавал нам иллюзию того, что, видя человека и испытывая к нему особые тёплые чувства, мы думали, что дело в человеке. Однако дело не в человеке. Дело в том, насколько ваша способность любить раскрыта. И поэтому в этом прожекторе может оказаться и один, и второй, и третий. И тем, кстати, обусловлена искренняя влюбляемость тех, кто способен к этому, кто увлекается очень. И печаль в том, что вот эта сердечная радость от того, что есть человек, который просто есть, и с ним хорошо. Печаль в том, что это очень быстро, как, знаете, как какого-нибудь пегаса крылатого, уздечку, телегу на него, хомут и на нём ехать, очень быстро превращают в партнёрские отношения, в которых мы здесь, в трёхмерном мире, естественным образом друг от друга зависим и поддерживаем друг друга, и, как сказать, неизбежно поддерживаем друг друга. Но есть большая разница делать эти вещи добровольно от избытка двум людям или рассчитывать на то, что ваш вклад в человека предполагает обратный вклад на вас. Вот эти отношения «ты мне, я тебе» основаны на такой прямой очень коммерческой основе, энергетической, да? Коммерческой, потому что выгода присутствует. Что такое выгода? Выгода нужна там, где нет полноты, когда есть ощущение ущерба. Я хорошо и детально прописала эти вещи в двух статьях не так давно, которые назывались «Партнёрство от нужды» и «Партнёрство от избытка», и «Партнёрство нового времени». Посмотрите, это буквально там 2-3 статьи назад, на сайте, во всех сетях они есть. Но дело в том, что понятие любви гораздо шире, чем коммуникация партнёров. Любовь матери к ребёнку, ребёнка к матери, любовь друзей, которые прошли какие-то вместе очень важные вехи и, знаете, как говорят, в разведку вместе сходить. Я сейчас не говорю о каком-то приятельстве, когда одноклассники по традиции обмениваются поздравлениями с днём рождения. Я говорю о реально прожитых вместе годах, когда люди прожили вместе какой-то очень важный опыт. Их связывают крепкие узы. И это реально любовь, потому что вы можете не понимать человека, не одобрять его поступков, но он вызывает у вас восторг с его существованием. В новом времени отношения хоть к кому, к детям, к партнёрам, к друзьям, к родителям, основанные на нужде, привязанности и зависимости от мнения другого человека, они обязательно будут терпеть фиаско. Ещё 20 лет назад можно было очень счастливо прожить в отношениях, которых люди понимают. Я тебе даю вот это, а ты мне даёшь вот это. И находят общий язык. В чём-то они в незначительном совпадают, в незначительном, в серединке, а в чём-то делают вид, что это не касается другого человека. Это резко отличается от современных пар зрелых эмоционально молодых людей, которые тоже в чём-то совпадают, но они восхищаются отдельной жизнью одного, отдельной жизнью другого. И у них даже мысли не возникает конкурировать с этим отдельной частью пространства. Но это про партнёров. Печаль в том, что собственничество в отношениях подменяет любовь и родительско-детскую, и детско-родительскую. И это не… Я вот говорю печаль. Ну не печаль, просто такое вот явление в том плане, что это неизбежно было для прошлого, потому что в прошлом семья была инструментом выживания. То есть семья – это место, где люди сплачивались против жестокого мира. И даже если внутри семьи конфликты, непонимание ещё что-то, так называемый «зов крови» говорили, но на самом деле не крови, потому что могут быть и приёмные дети, и вообще усыновлённые, или как в тяжёлые годы войны люди брали каких-то дальних родственников к себе. Ячейка. Ячейка выживания. Всё равно, я бы сказала так, аванс, что ли, прощение, принятие, вопреки бурным конфликтам, всё равно присутствовал. И вот тут я хочу подчеркнуть. Вот это вот «ты мне, я тебе» в отношениях или «подыгрывание, жертва, палач». Один, у кого потребность, заботясь обо всех, готов вкладываться, другие с удовольствием это принимают и требуют, давай-давай, а это дисбаланс, и он обязательно потом проявится в жизни. Но всё это было не просто не зря, а это было единственным возможным способом взаимодействия, потому что, в принципе, наши семьи создавались для того, притягивались души для того, чтобы отработать старые конфликты.